Добрый день, дорогие друзья, с вами Ольга и Александр, вы на канале Питерский сад. Хочу вас всех поздравить с прошедшими праздниками, мы долго с вами не виделись. Всем хочу пожелать здоровья, добра и мира. Ну, слава Богу, и мы все живы и здоровы, чего и вам также желаем. Ну и пора поговорить о насущном. Впереди у нас февраль месяц, и, как правило, в феврале все сажают петунию и любые другие, многие цветочки. И, конечно же, еще многие не определились с сортами цветов петунии. Сегодня разговор будет именно об этом, потому что выбор просто обалденный, и людям сложно определиться. И я на своем опыте, конкретно я сажаю петунию уже много-много лет, больше десяти, могу предложить те сорта семян петунии, с которыми я уже работаю давно, высаживаю давно, но и которые мне больше всего нравятся и по их схожести, и по развитию, и по тому, как они долго цветут, ну и, конечно же, которые менее склонны к заболеваниям. Это вот мой выбор, который я буду делать в этом году, который я сделала в этом году. И, конечно, тут есть повторение, потому что от многих семян петунии я отказаться просто не могу. Ну, начну. Конечно, прежде чем покупать семена петунии, я сделала отборку. Вот посмотрите, вот эта вот вся петуния за многие годы, вот за многие годы эта петуния. И каждый год я откладываю все пачки, которые оказались самыми достойными, и потом что-то добавляю всегда новое, и уже потом снова делаю выборку. И на сегодняшний день у меня будет вот такое представление семян. Семян разной фирмы. Тут же есть и аэлита, и биотехника, партнер, конечно же. И начинаю. Для того, чтобы сажать петунию, вы все знаете, сажают петунию в разные виды емкостей. Я начну с маленьких емкостей, где емкость должна быть в петунии 8-10 литров. Это вот петуния, которая сажается в горшочке, либо в подвесные кашпо на улице. Это серия водопадия от семян аэлита. Я ее сажала в том году, и в этом году я также ее приобрела. Конечно, семена в этом году, ну, мама дорогая, особенно семена партнера, меня просто испугали и поразили ценой. Они в два раза, на 100% подорожали, нежели чем в прошлом году. Даже яйца меньше. Да-да-да, тема актуальная с яйцами, даже яйца стоят дешевле. Вот софистика, это прошлогодние семена, я покупала несколько пачек. Цена 165 рублей, это прошлогодняя цена. Вот, так, ладно, возвращаюсь, отвлеклась немножко. Так, серия водопадия подходит для горшечной культуры в объеме 8-10 литров. Хорошо очень смотрится в подвесных кашпо, ну, и в длинных горшочках на подоконнике. Также к этой серии я отношу и вот эту серию цветочков. Посмотрите, обратите на них внимание. Семена проверены уже тоже мною годами. Это тоже вы смело можете высаживать в горшки объемом 8-10 литров. Это все кустовые петуни, высота у них по 20-30 сантиметров. Хорошо, они все кустятся и создают такую красивую куртикулу. И достаточно длительное время они, конечно, цветут, но обрезку я делаю обязательно. Поразила меня, конечно, в том году впервые посадила вот эта вот софистика. Это обалденный, красивенный, с очень крупными цветами цветок. Он имеет бикалорную такую структуру. Сначала он лаймовый, потом он ярко-желтый, потом появляются вот такие красные полосы. Мы были с мужем в нескольких магазинах, в трех или в четырех, нигде ее не нашли. Слава богу, что у меня остался пакетик с прошлого года. Но хочу вас предупредить, если вы будете ее сажать, она тоже кустовая. Объема хватит 20 литров, но она высокая. И очень-очень у нее структура цветка нежная. Поэтому желательно ее ставить под козырек, либо на закрытую веранду. Потому что дождь, град, сильный ветер, ломают цветки. Но так она безумно, изумительно красивая. Так, серия пиконти. Я ее уже сажаю лет пять, наверное, вот эту серию тоже от семян аэлита. Посмотрите, вот, серия бургунди, синяя и красная. Она чем хороша, что если посадить вот их три в один горшок или в одно кашпо объемом 30 литров, она у вас будет свести также до осени, до заморозков. Не склонна она у меня к заболеваниям. Очень хорошо после обрезки себя чувствует. И создает такое яркое, красивое пятно. К этой же серии могу отнести серию тритуния, тоже от семян аэлита. Они, конечно, молодцы. Всхожесть хорошая этих семян, уже я в этом тоже убедилась. И если вам хочется какого-то разноцветия на клумбе или на своих участках кашпо, сажайте вот эти вот цветочки. Еще меня очень порадовала тоже от аэлиты Варвара Краса. Единственное, что может быть, немножко меняться цвет. Но это будет зависеть, опять-таки, от грунта, от кислотности грунта. Если, предположим, он розовый, он может стать немножечко бордовым. Если здесь он голубой, он может стать немножечко такой сиреневатый. Но этот цветок не портит. Он совершенно очень хорошо к погодным условиям устойчив. После сильного дождя, мною проверено, он стоит, как ни в чем не бывало. Но он немножечко такой размашистый кустик. Его сажать лучше тоже в кашпо объемом 10-15 литров. И он немножечко повыше, чем те питуньи, которые я вам здесь показывала. Но очень хорошо сохраняет свой цветок. Так, питунья у нас махровая, от Panamerican, тоже семена аэлита. Я в этом году буду сажать впервые, потому что до этого я всегда сажала вот такую питунью на протяжении 5 лет. Не нашла нигде этих семян, поэтому в этом году буду экспериментировать. Но что хочу сказать. Вот эти семена, если у кого-то в магазинах есть, покупайте, не жалейте. Она высота этого цветочка, кустика, где-то 40 сантиметров. Она у меня не полковалась никогда. И цвет был вот такой именно нежно-нежно-розовый и темно-фиолетовый. И сажаешь три цветка в объем 40 литров, и получается красивейный куст, и она уходит в зиму самая последняя. Хорошо очень держит свой цвет, особенно после обрезки. Так, дорогие друзья, теперь к биотехнике. Перед вами Изива и Сильвер. Я его сажала в открытый грунт, под гортензию сажала в прошлом году его впервые. И, конечно, я была просто в восторге от этой серии цветка. Но меня немножко смутил цвет. Цвет какой-то был бледноватый, но куртикула цветов была просто огромная. И в связи с тем, что он рос под гортензией, гортензия сначала у нас белого цвета, а потом розовеет, он с ней очень красиво сочетался. Было посажено всего два черенка, и это было просто какое-то великолепие цветков. Но в этом году вместо нее я посажу, добавлю немножко цвета, посажу Оперу Суприм, чтобы цвет немножко был порозовее, потому как вот я осталась просто недовольна этим цветом. Захотелось мне что-то поменять. Шоквейв Диперпл. Это тоже огромная масса цветов, сажается в объем горшка не меньше 20 литров. И эта шапка цветов, свисающая, тоже у вас будет радовать все лето. Ну и, конечно, я осталась безумно довольна серией цветов от партнера. Начну я с Изи Вейв Берри Велюр. Объема хватит 20 литров на один черенок. Я сажала его в кашпу. Это великолепная шляпа цветов, слегка свисающих. Цветки у них были просто бархатного красного цвета. Перенесла прекрасно непогодные условия. Да, конечно, когда был ураган, какие-то ветки сломались. Но он очень хорошо быстро обрастает и наращивает свою зеленую массу и массу цветов. Очень я осталась довольна от партнера и снова приобрела в этом году серия Лулу. Цветочек вот здесь он нарисован такого цвета. Он такой персиковый, он и не розовый, и не коралловый. Он именно персиковый. И у него очень красивая бахромщатость самого вот этого цветочка. Он как восковой. Образует хорошую шапку цветков. Полностью закрывает листву. И объема тоже достаточно ему немного. У меня он был посажен в кашпо. Где-то, наверное, 10 литров, не больше. Ну и, конечно, я осталась просто в восторге от Тайдала Wave Red Velour. Кто смотрит мое видео, наверное, видели. Был посажен он у меня в открытый грунт. Было посажено всего два черенка. Он заполонил такую площадь земли, что это просто было что-то неописуемое. Особенно он красиво смотрится именно в открытом грунте. Потому что я также сажала его и в кашпо. Но он меня просто поразил своим и цветом, и устойчивостью к дождю. И ничем он у меня не заболел. Ну вот, дорогие друзья, я ознакомила вас со своими семенами, которые я буду сажать в этом году. Сажать будем в конце февраля. Что-то в марте. Поэтому смотрите мое видео, все вам покажу и расскажу. Про грунты у меня тоже есть отдельный ролик. Если вам интересно, можете посмотреть это старое видео. Но, тем не менее, там все понятно даже начинающему цветоводу, как я это делаю. Всем желаю добра, мира и красивого цветения вашей питуньи. До новых встреч. С вами была Ольга.